В Ирана-Азербайджанских отношениях наступила благоприятная фаза для перспективного сотрудничества в приоритетных сферах, что показал состоявшийся на этой неделе визит в Баку иранской делегации во главе с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом. Это как бы ответный визит, ранее Иран посетила делегация Азербайджана во главе с вице-премьером правительства Шахином Мустафаевым. В Тегеране были достигнуты важные договоренности в газовой сфере, в том числе о своповых поставках из Туркменистана и поставках газовных чаван по принципу обмена. Также обсуждались вопросы освоения морских месторождений на Каспии. Позже в Баку и в Тегеране позитивно расценили итоги этого визита. В то же время повестка визита иранского министра в Азербайджан также оказалась насыщенной. Встреча министров иностранных дел двух стран, начавшаяся в формате один на один, продолжилась с участием делегаций с обеих сторон. Глава МИД Ирана обсудил спектр вопросов дипломатической повестки с президентом Ильхамом Алиевым, выразив удовлетворение пребыванием в Баку. Взаимные визиты официальных лиц в Баку и Тегеран подтверждают готовность сторон к дружественному диалогу, а это значит, что имеющиеся разногласия остаются в прошлом. Это нормальная практика, учитывая многие факторы, которые способствуют взаимовыгодному взаимодействию. С другой стороны, нас объединяет историческое прошлое и близкое соседство. Поэтому неудивительно, что и в Баку, и в Тегеране сделали встречные шаги к налаживанию контактов на высоком уровне. И это особенно значимо, учитывая чаяние Армении об ухудшении отношений между Баку и Тегераном на фоне разногласий, которые возникли по причине недовольства иранской стороны, изменившимся раскладом сил в регионе после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. Похоже, в Тегеране смогли, наконец, объективно оценить сложившуюся ситуацию в регионе, а также перспективы, которые открывает для всех стран, в том числе и для Ирана, процесс разблокировки важных транспортных коммуникаций. Не секрет, что ранее в вопросе открытия Зангизурского коридора позиция Ирана была направлена на поддержку Армении, которая до сегодняшнего дня тормозит этот процесс. Итоги встреч, проведенных в Баку и в Тегеране, показали, что позиция Ирана в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций поменялась, причем министры двух стран обсуждали эти вопросы с точки зрения выгоды для региональных стран. Более того, в ходе встречи обсуждался формат 3 плюс 3, который вызвал в Армении недовольство. В Ереване почему-то уверены, что реализация данного формата выгодна главным образом Азербайджану и Турции, и что он может заменить формат «Минская группа ОБСЕ». Тем не менее, ранее иранская сторона также не проявляла особого интереса к формату 3 плюс 3, но сейчас эта инициатива расценивается в Тегеране позитивно. Из чего следует понимать, что Иран вдвойне разочаровал Армению. К слову, то, что в позиции Ирана по вопросам региональной повестки появились определенные подвижки, стало очевидно после первой встречи президента Азербайджана Эль-Хама Алиева и нового президента Исламской республики Иран Эбрахима Рейси 28 ноября в Ашхабаде на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества. Примечательно, что в ходе встречи президент Ирана сделал сразу два важных заявления. Во-первых, он отметил, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Во-вторых, что Тегеран считает выгодным для себя открытие Зангизурского коридора. Рейси отметил, что в вопросе Карабаха у Тегерана была открытая и однозначная позиция, и что от верховного руководителя до чиновников гаструктур все придерживались позиции, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена. И здесь немаловажно, что на встрече двух лидеров Зангизурский коридор обсуждался с точки зрения выгоды для самого Ирана. То есть, иранский лидер фактически уже тогда озвучил свою четкую позицию и ведение процесса разблокировки транспортных коммуникаций в регионе. Думается, что для Армении позиция иранской стороны стала полной неожиданностью и крахом ее надежд в поддержке Тегеранам в этом болезненном для Еревана вопросе. Там серьезно просчитались, потому что еще недавно Иран противился открытию главной транспортной артерии региона. И этому было несколько причин. В Иране считали, что открытие Зангизурского коридора значительно снизит транспортную зависимость Азербайджана от Ирана для наземного сообщения с Нахчеваном и Турцией. В том числе в Тегеране опасались, что это ограничит наземное сообщение между Арменией и Ираном. О том, почему изменилась позиция иранской стороны по Зангизурскому коридору, своим мнением поделился с Калибер Ас, известный российский эксперт-конфликтолог, общественный деятель и публицист Дмитрий Верхотуров. По его словам, вся эта ситуация вокруг Зангизурского коридора была кризисом недопонимания, потому что речь фактически шла об автомобильной и железной дороге из Азербайджана в Нахчеван, которой Азербайджан имел право пользоваться. Но было заявление президента Эльхама Алиева о том, что Азербайджан намерен принудить Армению к открытию Зангизурского коридора, в том числе и силой. Видимо, это иранцы истолковали как то, что Азербайджан хочет захватить Зангизурский коридор и отрезать Иран от Армении. Последняя для Ирана важна потому, что это форточка для легальной и полулегальной торговли, в основном связанной как раз с оборонными секторами. По всей видимости, иранцы как раз через Армению очень активно торгуют и очень многое закупают для своей обороны. Поэтому понятно, что потерять такую форточку для них было бы очень неприятным открытием. Сейчас, видимо, ситуация нормализовалась, прошли переговоры, в ходе которых иранская сторона поняла, что никакого захвата Зангизурского коридора не планируется, что это автомобильно-железнодорожный проект и что нет никаких оснований для беспокойства. Потенциальных причин для сближения Баку и Тегерана может быть и много, но надо понимать, что Ирану важно сохранить свои жизненно важные интересы, а потом уже найти для себя какие-то выгоды. Сейчас иранцы рассматривают, что для них открывается в изменившейся на Южном Кавказе обстановке, что и как им следует делать, что для них важно и какие из этого проистекают угрозы. Если смотреть с точки зрения Тегерана, то ситуация в общем-то не столь однозначная, как можно было бы себе представить, сказал российский аналитик. В заключении отметим, что позитивная риторика Тегерана относительно грядущих процессов на Южном Кавказе, в частности по Зангизурскому коридору, еще один бонус в дипломатический актив Баку, и это явно еще не предел.